В этих краях прошло детство Александра Пушкина. Не обошли их стороной и события 1812 года. Живописные места, сельскохозяйственные земли. Уже в 21 веке они оказались во власти недобросовестных предпринимателей. Малые веземы. Здесь в аренде сразу несколько участков. На одном из них бетонный завод. 1 декабря у них решение прекратить производство и освободить. Потом еще нужен будет им срок навести порядок здесь. А что дальше вы будете делать? Какой план? Я думаю, что будем искать новую землю. А с этим, что здесь, с этим оборудованием, с этими зданиями, сооружениями, вы их либо должны переносить, либо сносить и утилизировать. План по сворачиванию незаконной деятельности на землях сельхоз назначения уже есть, говорит представитель бетонного завода. На освобождение территории потребуется около месяца. Участок по соседству тоже в аренде у предпринимателя Самвела Петросяна. Постоянный завод строительного мусора, завод грунта. Это создание самовольно-гидротехнических сооружений. Человек как бы не понимает. Многочисленные штрафы и проверки предприниматель соглашается с претензиями, но незаконную деятельность сворачивать не спешит. Теперь работать с ним будут правоохранительные органы. Похожая картина наблюдается и на территории ООО «Спектр». Вместо крупного транспортно-логистического центра – площадка под будущую парковку, мойка самообслуживания и навалы мусора. Наличие здесь деревянных останков, по большому счету, может быть, не является каким-то нарушением. Но дело в том, что под ними, практически на всей территории, как раз имеются большие захоронения, в том числе и твердых бытовых отходов. К сожалению, история этого участка многолетняя. Многолетняя история скоро должна завершиться. Причем не только здесь, а везде, где выявлены нарушения. К деятельности там все-таки сельхозка мы увидели строительную технику, мусор, навалы, безобразное, честно говоря, содержание самого участка, и какие-то брошенные цеха, и перемолотая щепа после складирования древесины. По всем тем земельным участкам, где наша государственная собственность и находится в аренде, мы везде сейчас пойдем на расторжение договоров. Теперь недобросовестных предпринимателей ждут регулярные проверки. Участвовать в них будут в том числе представители природоохранной прокуратуры и Министерства экологии. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.